Вторая мировая война Вторая мировая война навсегда останется шрамом на лице человечества. Считается, что Вторая мировая унесла жизни от 11 до 12 миллионов человек. Дело не в том, кто это сделал. Мы, люди, к сожалению, до сих пор так поступаем. Но сейчас то, с чем мы столкнемся, придет к нам не в виде бомб. Не происходит никаких взрывов. Это происходит тихо. Все ответственные ученые мира говорят, что к 2045 году мы будем производить продовольствие в масштабах планеты на 40% меньше, а наше население составит 9,2 миллиарда человек. По сравнению с этим, Вторая мировая война будет похожа на небольшую неурядицу, потому что 40% меньше еды означает, что за 6 месяцев по общим оценкам умрут от 1,5 до 1,7 миллиарда человек. СМЕНИЕ КЛИМАТА СМЕНИЕ КЛИМАТА Доступность питания Качество Возбновляемость воды Биоразнообразие Охват земель Политическая стабильность Здоровье и благополучие человека, мир, процветание. Почва является фундаментом всего этого. Почва – это основной элемент, которого зависит вся жизнь на Земле. 95% всей пищи, потребляемой человеком, поступает из почвы. 95% всех антибиотиков, принимаемых человеком и животными, поступают из почвы. Почва и жизнь развивались вместе. Нет почвы без жизни, и нет жизни без почвы. В горсти почвы содержится от 5 до 7 миллиардов организмов. Мы не можем переварить нашу пищу самостоятельно. У нас нет необходимых ферментов и щелочей, чтобы переварить ее полностью. Мы перевариваем пищу только благодаря микробам в нашем кишечнике. То же самое касается и всех растений и деревьев. Они не могут самостоятельно брать питательные вещества из почвы. Им нужна помощь микроорганизмов. Хорошие бактерии, благоприятные грибки, простейшие нематоды, микроартроподы, земляные черви, энхидреиды. Все эти организмы необходимы для здоровой почвы, чтобы ваше растение получало необходимые питательные вещества каждую секунду каждого дня. Верхние 38 сантиметров от 30 до 40 сантиметров почвы отвечают за 87% жизни на планете, включая нас с вами. Сегодня мы используем технику, которая спахивает почву на глубину 30-37 сантиметров и оставляет ее открытой для Солнца. Это как если бы мы содрали с себя кожу и вышли на Солнце. Вы бы кричали от боли. Именно это и делает Земля. Она кричит, но никто не слышит. Ее просто спахивают и оставляют открытой, убивая всю микробную активность. Единственная почва для организмов в почве — это органическое сдержимое. Откуда берется органика? Видишь эти сухие листья, падающие из деревьев? Мы не будем их убирать, оставим их в таком виде, и листья станут частью почвы. Только зеленая подстилка с деревьев и кустов, трава и отходы жизнедеятельности животных могут внести органику в почву. В нормальной сельскохозяйственной почве минимальное содержание органических веществ должно составлять от 3 до 6%. 3% — это самый минимум. 3% — это своего рода граница для достаточного разнообразия пищи, чтобы все необходимые микроорганизмы могли выполнять свою работу. В большей части западного мира мы уничтожили столько видов различных функциональных групп, что уже приближаемся к точке невозврата. Более 62% почвы Индии содержит менее половины процента органических веществ. Содержание органических веществ в почве Южной Европы составляет всего 1% и ниже. Более 50% верхнего слоя почвы на всей территории США исчезло. Вы слышали о вымирании динозавров, дронтов, но речь идет о вымирании почвы. Смотри. Это песок. Если добавить в него достаточное количество органики, он станет богатой почвой. Точно так же, если из почвы убрать все органическое содержимое, она превратится в песок. Это называется опустыневанием. Сельскохозяйственная почва мира становится песком или превращается в пустыню, в основном из-за отсутствия органических веществ. Сейчас мы используем почву не нашего поколения. Мы используем почву еще нерожденных детей. Мы не имеем права этого делать, потому что почва не является нашей собственностью. Живая почва — это наследие, которое пришло к нам, и это наследие, которое мы должны оставить после себя. Потому что если нет богатства почвы, то не может быть и богатства жизни. Согласно статистике ООН, сельскохозяйственной почвы, нам хватит еще на 80-100 урожаев. Это означает, что речь идет о 40-50 годах. После этого может возникнуть острая нехватка продовольствия, а попытка завладеть богатой органической землей или почвой станет причиной войн на этой планете. Люди говорят об оружии массового поражения, ядерных бомбах, ракетах и прочем. Да. То, что произошло в Хиросиме и Нагасаки — непростительно. Да. Мы забываем, что одним из самых больших видов оружия массового уничтожения является голод, недоедание, бедность, отсутствие здоровой окружающей среды. Даже сейчас от голода в мире умирает 16-17 человек в минуту. Вот, друг мой, оружие массового поражения. В декабре 2019 года в мире насчитывалось 619 миллионов голодающих. Из них 40 миллионов в Соединенных Штатах. Голодающие есть везде. Но только в Тимбукту или какой-то местности в Индии или где-то еще. даже в США. Я разговаривал с директором Всемирной продовольственной программы ООН. Он из Соединенных Штатов. По его словам, к 2035 году в Чикаго и в регионе Иллинойс может возникнуть сильный голод. Почва настолько истощена, что это может легко произойти. Ожидаются гражданские войны. К 2035-40 году ожидается много гражданских войн, потому что не у всех в каждой из стран будет еда. И, естественно, люди возьмутся за оружие. Если в Индии станет на 40% меньше еды, значит, у 40% людей не будет еды. Вы думаете, они просто будут сидеть в углу голодными? Нет, они будут делать такое, что вы даже представить себе не можете. Вы должны понять, что целые цивилизации были построены только из-за огня пищеварения, чтобы наполнить вот это. Тот же огонь, который построил человеческие цивилизации, может все сжечь, если его не утолить. Не стоит его недооценивать. С 1990 года в Африке произошло около 30 войн. 27 из этих войн велись ради благородных земель. Великие революции мира, революция 1917 года в России была в основном за хлеб. Даже их лозунг «Мир, земля, хлеб» — это лозунг русской революции. Нехватка продовольствия во Франции стала главным толчком к французской революции. То, что произошло в Китае, так называемая «культурная революция», также произошло по причине постоянно повторяющегося голода по всей стране. А когда у людей нет хлеба, зажечь фитиль легко. Если вы хотите мира, у всех должен быть хлеб, лепешки, еда. Все просто. Мы не будем жить в мире, если не будет еды. Почва — это часть окружающей среды, которой мы пренебрегаем больше всего. Деградация почвы — это потеря потенциального продовольствия сегодня и навсегда. Человеку, как и другим животным, требуется довольно сложная диета и множество питательных веществ. Эти питательные вещества мы получаем через пищу, а она, по сути, зависит от почвы. Почва, богатая питательными веществами и минералами, является обязательным условием для здорового питания. Существует прямая связь между качеством почвы с точки зрения содержания питательных веществ и качеством потребляемой нами пищи. Немногие люди понимают это. Мы должны вносить в почву питательные вещества — азот, калий, микроэлементы, кальций, магний, калий. Чтобы почва была продуктивной, органика, которая поступает в минерализованном виде, должна быть возвращена обратно в почву в той или иной форме. Почва производит солому, зерно, корни. Если люди собирают зерно и возвращают корни и солому обратно в почву, чтобы она получила свою долю питательных веществ, это хорошо. Если забрать солому, то почва не получит ничего. Таким образом, постепенно почва деградирует, истощается, лишается необходимых элементов. Это деградация здоровья почвы. А когда земля деградирует, люди, живущие на ней, также становятся все более несчастными. Истощение почвы в США привело к снижению содержания витамина А на 21% во всех фруктах, овощах и в остальных продуктах питания, на 30% — витамина С, на 37% — железо, на 27% — кальция. То, что сегодня вы все считаете здоровым питанием, салаты и прочее, содержит лишь 10% от того количества питательных веществ, которое содержалось в тех же салатах в начале 20 века. Сейчас питательных веществ на 90% меньше, чем в начале 20 века. Центр по контролю заболеваний, который сейчас играет важную роль во всей этой ситуации с COVID, утверждает, что все американцы испытывают дефицит калия, 90% американцев испытывают дефицит витамина Е, 70% — витамина К, 52% — не хватает магния, 43% — витамина А, а у 40% — нехватка витамина С. И это в самой благополучной стране. Это просто означает, что даже если вы едите достаточно, в употребляемой вами пище не хватает питательных веществ, потому что почва была уничтожена. Одна из серьезных мировых проблем заключается в том, что к 2030 году ожидается миграция 1,6 миллиарда человек. Из них 0,9 миллиарда придутся на Африку. Когда люди мигрируют незапланированно, то, через что они проходят, особенно женщины и дети, то, через что они проходят во время внезапной миграции, когда их тащат через незнакомую им местность, то, что с ними происходит, просто ужасно. Никто не должен проходить через это. Все молодые женщины в возрасте от 14 до 18 лет подвергаются серьезной эксплуатации. Ожидается, что в Индии около 220 миллионов человек переедут в городские центры в ближайшие 8 или 10 лет. Скажите, в вашем городе есть место для еще 20-30 миллионов человек? Это произойдет во всем мире. Да, есть беженцы из-за почвы. Да, есть климатические беженцы. Да, есть беженцы от засухи. И эти беженцы идут и стучатся в двери других людей. Южная граница США – очень хороший пример. Люди прыгают в Средиземное море, не зная, доплывут ли они на другую сторону или нет. Это очень хороший пример. Несколько миллионов беженцев, потому что земля, на которой они выросли, не может обеспечить их пропитание и основные потребности. В конечном итоге решение заключается в том, чтобы убедиться, что почва может их поддерживать. Существует очень тесная связь между деградацией почвы и глобальными проблемами. Например, изменение климата. Нынешнюю цивилизацию я называю углеродной цивилизацией. Все, что мы делаем, основано на углероде, на углероде, получаемом из ископаемого топлива. Мы также истощили углерод не только из ископаемого топлива, но и из почвы. Максимальное количество углерода всегда находилось в почве, но сейчас его много в атмосфере. Чего быть не должно. Когда он попадает в атмосферу, происходят все эти воздействия, о которых вы слышали под именем глобального потепления и изменений климата. Но почти 40% этого происходит просто потому, что почва остается открытой. Основной вклад в это вносит сельское хозяйство или открытые земли. Та же самая почва, которая взбирала углекислый газ и метан из атмосферы, теперь высвобождает их, потому что мы оставляем ее открытой, и в ней нет жизни или микробной активности. Когда средняя глобальная температура переходит от нуля к единице, это большая проблема. Переход от одного к двум – это огромная проблема. Если превысит 2 градуса, мы окажемся в зоне бедствия. Сейчас мы находимся на пути к потеплению на 3 градуса по Цельсию, и это происходит в мгновение ока. Это просто необыкновенный экспотенциальный рост температуры на Земле. Я думаю, что если мы забираем углекислый газ из атмосферы через растение и возвращаем его в почву, оставляя его там, то мы расходуем запасы углерода в атмосфере, превращая глобальное потепление в менее серьезную проблему. Согласно последним научным данным, бразильская часть тропических лесов Амазонки превратилась из одного из самых важных поглотителей углерода, которым являлась на протяжении тысяч лет на планете Земля, в источник углерода. Выделяется больше углерода, чем поглощается. Таким образом, почва стала еще более важной, даже жизненно важной. Весь жизненный процесс на этой планете основан на углероде. Это касается травинки, кокосового дерева, каждого другого существа на этой планете. По сути, все это углерод. Откуда берется весь этот углерод? Великим чудом является появление фотосинтеза в процессе эволюции творения на этой планете. Используется безграничное количество энергии, поступающей от Солнца. Атмосферный углерод поглощается, проходит через целую серию процессов, через миллионы микроорганизмов и накапливается в почве. То, что хранится таким образом, проходя через 3-4 цикла микробов, хранится минимум тысячу лет. Мы стали причиной геологических изменений. Мы рискуем дестабилизировать не только местные экосистемы и условия жизни, но и всю планету. ООН сообщает, что у нас осталась сельскохозяйственной почвой всего на 60 лет. Таким образом, через 50 лет на планете возникнет серьезный продовольственный кризис. Массовый голод может стать неизбежным. Я знаю, люди всегда говорят, у нас впереди еще 60 лет сельского хозяйства. Да, но это заявление было сделано 10 лет назад. Сейчас это уже 50 лет. Почва – это живой организм. В ней много организмов. Когда эти организмы погибают, почва перестает быть здоровой. Почва перестает быть живой. Почва не может предоставлять услуги для экосистемы. Когда почва умирает, все остальное умирает вместе с ней, включая нас. Если мы начнем исправлять это сейчас, то через 15-25 лет мы сможем достичь неплохого результата. Мы сможем отойти от края пропасти, на котором мы сейчас находимся. Но если мы отложим решение еще на 30-40 лет, а затем попытаемся это сделать, то на восстановление почвы уйдет 150-200 лет. Так что я не просто рисую мрачную картину. Это момент ответственности для нас, как людей. Если мы начнем действовать прямо сейчас, мы сможем все изменить. Почва – это основа биологии и жизни человека. Но мы также знаем, что нельзя уничтожать природу, чтобы прокормить человечество, потому что это поставит под угрозу стабильность планеты, что означает жизнеобеспечение людей и всех видов на Земле. Поэтому сейчас нам нужно проявить заботу по отношению к почве. Стоимость действия гораздо ниже, чем стоимость бездействия, чем стоимость деградации почв и земель. Но это не то, что могут сделать отдельные фермеры. Для этого необходима большая региональная, если не глобальная, инициатива. Истощение почвы произошло потому, что мы не возвращаем в почву органические вещества, которые мы извлекаем. Таким образом, мы хотим внедрить законодательные поправки в 192 странах, согласно которым стало бы нормой. И если вы владеете сельскохозяйственной землей, то по закону в ней должно быть не менее 3-6% органических веществ. Сначала в качестве рекомендации, затем за счет стимулов, а затем по закону, по обязательному закону. Это должно произойти. Если этого не будет в законе, то мы не знаем, что они сделают завтра. С нами такое уже произошло, не так ли? От предыдущего поколения до этого, за одно поколение мы разрушили все, потому что не было закона. Если бы был закон о том, каким должно быть минимальное органическое содержание в почве, в сельском хозяйстве, мы бы его придерживались. Так что в первую очередь необходимо принять закон. Что необходимо сделать, чтобы появился закон? У нас демократия. То есть власть принадлежит народу. Демократия означает власть народа. В ваших руках сейчас два очень мощных инструмента. Один — ваш голос, другой — ваш микрофон. Да? Это означает ваше слово. Это важно. Народы мира должны выступить и сказать. Мы готовы к долгосрочным решениям. Мы готовы к долгосрочным обязательствам. Мы готовы к долгому пути. Мы готовы заплатить цену за благополучие будущих поколений. Вот почему смысл движения «Спасем почву» не в действиях, а в том, чтобы изменить законодательство. В рамках этого проекта, мне 65 лет, я проеду 30 тысяч километров по 24 странам, чтобы заручиться поддержкой их граждан. Мы пытаемся добиться того, чтобы в течение этих 100 дней от 3 до 3,5 миллиардов человек говорили о почве. Начиная с 21 марта, в течение 100 дней, мы хотим, чтобы весь мир говорил о почве. Нашим партнером является Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. Мы также подписали соглашение со Всемирной продовольственной программой. С нами работают ученые из продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и других организаций. С нами работает Всемирный экономический форум. К нам присоединились большинство правительств. Это движение возглавит главы государств. Если об этом говорят 3,5 миллиарда человек, то это 60% электората. Вот чего я стараюсь достичь в демократически сформированных правительствах. Если за что-то выскажется 60% электората, ни одно правительство не проигнорирует это. Каждый из вас должен охватить как можно больше людей, чтобы это произошло. Многие мировые лидеры и влиятельные люди уже участвуют в этом движении. Станьте частью этого и сделаем так, чтобы это произошло. Со своей стороны я сделаю все, что возможно. Движение, которое вы начали, превзошло все мои ожидания. Эта компания невероятно важна. Спасем почву. Внесите свой вклад. От этого зависит будущее нашей планеты. Спасем почву, мой друг. Спасем почву. Сделаем это. Мы часть миссии «Спасем почву». То, что вы делаете для всего человечества, невероятно важно. Поэтому мы подписываем меморандумы. Ученые всего мира поддерживают это движение. И это замечательно. Спасем почву. Сделаем это. Мы знаем, что мы должны делать. Сделаем так, чтобы это произошло. Сделаем это. Сделаем это. Сделаем это. Сделаем это. Сделаем это. Давайте сделаем это. Сделаем это. Сделаем это. Сделаем это. Сделаем это. Продолжение следует...